Продолжение следует... Вот эта прекрасная, большая, не побоюсь слова, модель отличного самолета фирмы Hobby Boss 48-й масштаб, МиГ-31М, двухместный северо-звуковой погодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан на ОКБ МиГа в 1970-х годах. Первый советский боевой самолет четвертого поколения. МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, простых и сложных в метеоусловиях. Модификация М. Это модернизированный в 1990-1993 году истребитель-перехватчик с усиленным вооружением. С улучшенной RLS, Браво, что он имел характерную округлую наружную форму крановых наплывов, уменьшена площадь остекления кабины оператора. И с левой стороны перед фонарем установлена убирающаяся штанга системы до заправки в воздухе. Вот она. Но серийная данная модификация не выпускалась. Длина модели составляет 472,3 мм. Очень внушительный размер. Размах крыла 280,3 мм. И давайте посмотрим, что находится внутри данной коробки. Большое количество деталей. Не могу найти информацию, к сожалению, какой именно. Но реально полная коробка. Скажу Артюку, пока модель 81755. Начнем мы с верхней части фюзеляжа. Это очередная модификация, модель модификации. До этого уже Хобби Босс первая выпускала. Другие модификации МИГ-31. Ну а теперь и пришел черед модификации М. Нижняя часть фюзеляжа. Впечатляющий размер. Нос. Интерьер кабины пилота. Приборная панель. Еще одна, похоже, операторская. Толкатель находится на невидимых частях деталей. Сокол двигателей. Тяжелый пластик, но модель будет очень тяжелая по весу. Дно. Во-первых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Стойки шасси И еще два литника Вот они Также есть еще большое количество маленьких литников Это уже с подвесным вооружением, с перлонами Так, что мы еще имеем? Хочется посмотреть еще остекление Сейчас мы это сделаем Подвесные топливные баки, как я понимаю Вот остекление, фонарь Так Сейчас пока так что беру Далее Резиновые покрышки шасси Передние маленькие Надписи есть Так, отвертая резина И четыре основных Стойки шасси Элементы стойки шасси сделаны в виде Не в виде, а из металла Они усилены Вес модели большой Ну, соответственно Хобби Босс позаботил, чтобы они у нас не сломались Ну и можно сказать, что и выглядели более естественно Хорошая примочка Дальше Декаль Два листа Декаль Два листа декали Сейчас аккуратненько вскрою Чтобы вам показать Первый Это стактические обозначения И очень большое количество Технической информации Здесь тоже есть техническая информация Большое количество И приборная панель Очень качественная декаль Так Что интересно еще есть Интересно еще есть Вот такая плата По отравлению В комплекте Совершенно небольшая Но она есть И инструкция Здесь у нас рекламная вставочка Такая вкладочка С новинками Фирмы Хобби Босс Так, это моя подкладка Паснет на конце И инструкция И инструкция Инструкция сделана в виде книжки Черно-белая В очень хорошем качестве печати На развороте Первом развороте мы видим Сверждение набора И сборка С интерьера С кабиной пилотов Все довольно-таки Хорошо пропечатано Подробная инструкция Большое количество листов Такая достовь Ну, модель большая Как бы никуда Без этого не деться 24 листа Так, и вкладка Здесь у нас бокс-арт Дублируется И вот он Вариант окраски Он у нас один Но так как самолет Сирене опускался То, в принципе Это все логично Краски, которые Необходимы Использовать При окрасе данной модели Даны под фирмой Мистер Хобби Валеха Модомастер Томи и Хамбра Тоже, в принципе Стандартно Для китайского Производителя И Здесь Мы видим Подвесное вооружение Топливный бак Что как красится И что куда Мносятся декали Прекрасная модель Отличный самолет Напомню Артикул 81755 Фирма Хобби Босс Приобрести Данную модель Можете уже сейчас На нашем сайте A-modelist.ru Я вам говорю Спасибо, что смотрели Ставьте лайки Не забывайте Увидимся Услышимся Пока-пока Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok